Гюрджан Каскад. Цанка цацамэ матуцун. Мэрок тіне. Здравствуйте, в эфире передача «По факту». С нами сегодня политолог Гурген Симонян. Добрый день, Гурген. Здравствуйте. Спасибо, что вы снова с нами. Спасибо за приглашение. Гурген, ну первый вопрос, конечно, что скажете о внутриполитической ситуации в стране? Требуют импичмента власти? Ну, во-первых, нужно понимать, какие силы заинтересованы и задействованы в сегодняшних политических движениях и активных действиях. А во-вторых, да, мы часто осуждаем политику власти и говорим, что, в частности, я сам все время твержу, что действующая власть уже не имеет никаких ресурсов ни кадровых, ни институциональных для того, чтобы равномерно отвечать тем внутренним и внешним угрозам, которые с течением времени количественно и качественно постоянно меняются. Но я всегда подчеркиваю, что все политические шаги, которые разворачиваются в республике, они должны истечь по конституции. То есть только по волеизъявлению граждан республики Армения. А это можно организовать только с помощью внеочередных или очередных всеобщих выборов в стране, то есть парламентских выборов. А те шаги, которые мы наблюдаем, они имеют и латентную сторону, которую мы не знаем, но связывая все концы, которые непрямым образом мы просто наблюдаем, это и заявление депутата парламента Александра, который просто опубликовал требования со стороны церкви для того, чтобы политическую ситуацию урегулировать. Они не имеют никаким образом ни малейшего отношения к демаркации, делимитации Тавушской области, приграничных районов. То есть для меня имеет много темных сторон это движение, потому что там еще и задействованы силы, которые были отвержены со стороны гражданского общества. И у меня есть огромное подозрение, что в таких акциях заинтересована третья страна. Но в то же время это движение объединяет многие силы, не одну силу. Там есть и прозападные силы, насколько можно судить. В этом и вся проблема. Сегодняшняя ситуация и та накопившаяся обстановка ненависти внутри гражданского общества это из-за того, что фактор справедливости ущемлен. То есть справедливость не восстановлена в республике армии. То есть те цели, те ценности, которые революция привела, они не были капитализированы со стороны нынешней власти. И эти ценности были попраны. То есть народ требует справедливости. А для этого церковь не может обеспечить площадку, где могут включиться только исключительно безупречные политические силы. А есть ли такие политики? Они должны создаваться. Политика – это культура и это искусство создавать все предпосылки для счастливой жизни. Та искаженная форма и понимание, которое есть в нашей стране, это побочный эффект общества, которое тысячелетиями не имело собственное государство и не смогло организовать стратегическую элиту. Сегодня мы можем подчеркнуть, что уже 30 лет с лишним и уже независимая страна уже пора для того, чтобы смогли сконструировать новый тип общества, сконструировать все политические институты и организовать стратегическую элиту. Если мы эту проблему не сможем решить в ближайшие 10 лет, то Армения встанет перед экзистенциальными проблемами и не сможет обеспечивать собственную независимость в будущем. Это просто базовая проблема, которую мы должны решить. Я считаю, что церковь, как таковая, не имеет ограничений и селективного метода избрания всех сил и заинтересованных лиц, которые могут примкнуть. Двери церкви открыты перед всеми. Хороший это человек или нехороший, не имеет значения. Если он приходит, двери открыты. И церковнослужащий тоже не может закрыть путь всем. То есть светская сила должна самоорганизовываться, предать все цензы, которые могут иметь, кто может примкнуть, а кто нет. А церковь уж должна или поддержать, или нет. Ну вот Баграт Сарпазан, он и говорит, что он не политик, что, представляя задачу переходного периода, он говорил, что временное правительство, которое будет создано, не претендует на то, чтобы участвовать в следующих выборах. Здесь главный вопрос, кем создано. У меня, как гражданина республики... Народ и должен избрать. Однозначно, что народ должен избрать. Но кто будет организовывать эти выборы? Кто будет считать голоса? У меня, как гражданина республики Армения, нет сомнений, что сегодняшняя власть намеренно будет искажать результаты выборов. Потому что у нас были уже общегосударственные два выбора, они не искали. То есть все неточности не могли повлиять на общую оценку и ситуацию, и выборы Еревана тоже. Если они были склонны, то такого нелицеприятного вида выборов мы не увидели бы в Ереване. Они просто нарисовали какие-то другие цифры. Выборы мэра мы имеем. Да, да. Но они опубликовали то, что есть на самом деле. Конечно же, сохраняется риск, что все-таки есть соблазн исказить результаты выборов. Но путем демократических наблюдательных систем и заинтересованности можно это все ограничивать. А другой вопрос. Если все-таки есть состояние недоверия, то кто эта переходная власть? В лице кого? И те силы, которые скопились вокруг архиепископа, они не имеют, можно сказать, воли и капитала со стороны гражданских лиц, граждан Республики Армении, капитала доверия. Они не имеют. В то же время мы не можем не отметить и черный пиар вокруг имени Баграта Сарпазана. СНГ официально опровергнула информацию о том, что он агент, там какие-то деньги имеют место быть. Генпрокуратура в ответ на запрос «Пастинфо» тоже это опровергла. То есть много и искажений в отношении. Однозначно. Вокруг любых людей таких искажений есть. Связывают вплоть с иноагентами, с разными государствами. Это побочный эффект несостоявшейся политической культуры в Республике Армения. Но здесь дело не только в лице Баграта Сарпазана. Дело в тех людей, которые соединились к этому движению. И тех предъявлений, которые церковь оказала правительству. Там другие требования. Вы читали? Они требуют какие-то села. Они требуют расширенные экономические какие-то возможности. Они требуют какие-то государственные институты. Например, Матана Даран. Там где-то мы можем наблюдать то, что изначально привело к этому движению. То есть ситуация демаркации и делимитации. То есть цель Баграта Сарпазана не ясна. Когда 9 мая, если не ошибаюсь, они организовали в Ереване масштабную акцию, то народ попросил ответить на два вопроса. Вокруг кого мы объединяемся? Кто ваш лидер? Лидер движения? Кандидат-премьер-министр в случае, если гражданское общество потребует. И ваша политическая программа. По этим двум вопросам у него не было ответа. И вот это уже камень преткновения. Возможно, был, но он не хотел раньше времени называть какие-то имена. Возможно, был, он колеблился, исходя из того, а народ примет ли это имя и фамилия или нет. Возможно, был. Но если есть такие люди, которые токсичны для гражданского общества, стоит ли вообще собираться вокруг таких движений? Я считаю, что нет. Это способ раскачивания внутриполитической ситуации. И Армения просто из такого внутриполитического кризиса может и не вернуться, потому что вокруг нас и территориальная, и региональная, и геополитическая ситуация уже накалена настолько, что мы стоим перед экзистенциальными проблемами. Гурген, в одном из интервью, буквально на днях, вы заявили, что Никол Пащинян, я постараюсь вас правильно процитировать, должен обеспечить транзит для прихода к власти новых сил, новых партий, более целесообразных для государства. Что вы имели в виду? Мы наблюдаем, что ныне заинтересованы и активно работают маргинальные партии, маргинальные силы, которые могут просто привести страну к гражданской войне вплоть, устраивая массовые какие-то непонятные противозаконные действия для того, как в их понимании это может способствовать установлению справедливости стран. Но это не будет справедливость, это просто будет вендетта, можно так сказать, по отношению разных сил, что не приведет ни к какому хорошему результату. Я считаю, что уже созрело время, когда в стране будут создаваться новые политические силы, которые не имеют ничего общества ни предыдущими политическими партиями и силами, не имеют ничего общего с нынешними политическими движениями и силами, даже не имеют ничего общего с действующей властью. Эти силы должны отражать ту цель и те намерения, которые гражданское общество хочет возложить для будущих реалий, для будущего нашей страны. И Никол Пашинян, как переходный мостик из старых реалей к новым реалям, просто обязан осуществить некоторые государственные и политические шаги, исходя из его компетенций, для того, чтобы обеспечить этот переход. Что под этим подразумевается? Во-первых, предоставить возможность, чтобы Армения дошла до очередных или до неочередных выборов в нормальном состоянии, не подписывая никаких стратегических документов, не делая никаких конституционных изменений. Мы говорим о мирном договоре. Да, и о мирном договоре, и все такие конституционные намерения, которые действующая власть хочет продвигать, это не их дело, потому что у них капитала легитимности недостаточно для таких политических шагов. И действующая власть должна обеспечить демократически свободные конкурентоспособные выборы для всех тех новосозданных политических движений и сил, которые не имели за собой много времени для того, чтобы самореализоваться. А мы знаем, что в политике просто годами нужно подготавливаться. Неужто подготавливаться несколько месяцев, это просто огромная брешь между этими силами может быть. А действующая сила, действующая власть может обеспечить такую платформу, такую площадку для того, чтобы все силы могли самореализоваться. И это главная цель уже Никола Пашиняна. Если Никол Пашинян просто будет пренебрежительным образом рассмотреть эту цель, то заработает много проблем вокруг себя из-за того, что он будет обеспечивать своим непониманием, маргинальным силам для того, чтобы реализоваться и в неконституционных соображениях мобилизоваться вокруг него. Мы должны понимать, что Армения это не Германия. Премьер-министр и вообще государственный аппарат не так работает, как в Германии. Мы не можем предоставить нам роскошь иметь того же и одного человека 20 лет, как это было в Германии в случае Ангела Меркель. Никол Пашинян уже дважды был премьер-министром. Очередь настала, чтобы он ушел и достойно ушел. Если он не сможет обеспечить его собственный уход нормально, достойно, конституционным образом, то заработает много проблем не только его политическая сила и он сам, но и республика Армения тоже. Нагнетание ситуации внутриполитической ситуации это опасно. Еще и основываясь на том, что вокруг Армении неблагоприятная обстановка у нас соседи намерены военным путем решить раз и навсегда вопрос нашего суверенитета и у них есть партнеры региональной державы, которые поддерживают. Например, Россия и Турция. У Азербайджана есть, они примкнули вокруг этой идеи. Наши друзья тоже помогают. Те страны, которые добросовестно и как союзники, как бы союзники помогают Армении сохранить суверенитет и государственную стабильность. Это Соединенные Штаты и западные страны. А региональные можно сказать про Грузию и Иран, Исламская республика Иран. То действующая власть должна понимать, что целесообразно организовать и подготовить страну к транзиту власти. Гуркен, вот недавно создана новая платформа из четырех политических партий прозападного формата, в том числе партия республики, которая помогла властям победить на выборах градоначальника в сентябре прошлого года. Вы упомянули эти выборы. В то же время эта платформа заявляет, что критикуя власть, они намерены ей содействовать. Вы имеете какое-то отношение к этой платформе? Нет, никакого отношения я не имею из-за идеологических разногласий, главное, которое вы уже отметили, всеми всякими методами поддерживать действующую власть для того, чтобы власть сохранила власть народа и в предстоящих выборах. У меня таких целей и намерений нету, потому что я утратил доверие к действующей власти. У меня нет никаких оснований предполагать, что после окончания новых выборов и победы со стороны этой власти будут концептуально изменены методы введения политических процессов, будут концептуально рассмотрены кадровый капитал и институциональное строительство государственного аппарата. Таких взглядов я не имею и мотивов тоже, чтобы верить таким сценариям. Так что я считаю, что не прошлые силы, которые 30 лет грабили страну и вергли Армению в пучину, в бездну политических катастроф, геополитических катастроф. В том числе и действующая власть тоже. В будущем она не должна быть в властных полномочиях для того, чтобы Армения смогла генерировать новые силы, новые возможности для сохранения государственного суверенитета и во избежание новых столкновений с соседями и создания нового типа государственного управления и увеличения государственного потенциала для обороноспособности наших граждан и нашей страны. Потому что когда страна увеличивает обороноспособность и государственный потенциал, все риски автоматически уменьшаются. Гургена, тогда я вас прямо спрошу, вы создаете новую политическую силу, о какой новой политической силе мы говорим. Я организатор этого движения и цель которой создать меритократическую власть в республике Армения, власть всех тех специалистов и нужных людей, которые должны быть задействованы в процессе принятия решений в государстве. То есть с помощью меня должна синтезироваться общественная ситуация, создаваться политическая партия, которая будет работать в классических схемах и название тоже будет классическое, я не оглашаю пока еще что. И эта политическая партия будет иметь цель собрать вокруг себя всех специалистов, нужных людей, людей, которые отлично справляются в своих отраслях специалистов по всем уровням общественной жизни, которые должны вовлекаться в управление страной. То есть эта политическая партия будет иметь команду, но эта политическая партия должна иметь открытые двери для всех, которые не хотят вступить в партию, но они профессиональный капитал. Цель смены власти, цель приход к власти? Однозначно. Создание альтернативной силы, которая будет служить как альтернатива во время выборов для гражданского общества. То есть вы будете ждать очередных выборов? Или вне очередных. Но внутриполитическая ситуация тоже подскажет нам, какие шаги приемлемы для нас, для того, чтобы мы осуществляли. Гурген, когда власть Пашиняна пришла, так сказать, вернее, партия Пашиняна пришла к власти, была представлена программа, которая, наверное, вы согласитесь, полностью провалена. То есть народ отдал свои голоса совсем не за то, что получил. Можно ли с учетом этого считать сегодня власть Пашиняна нелегитимной, как на ваш взгляд? Ведь люди не за это голосовали. Вы правы, власть Пашиняна нелегитимна, но легальна, потому что эта власть пришла с помощью всеобщих выборов, парламентских выборов, и люди выбрали, что ж поделаешь, просто это кризисная ситуация сложилась в Армении, что никаких других сил не оказалось в зоне наблюдения для гражданского общества. И просто люди выбрали новое вопреки старому, но уже времена изменились. Эта новая сила, которая была выбрана со стороны граждан Армении, доказала, что не дееспособна, не может организовать политическую люстрацию, чистку в кавычках в создание атмосферы справедливости. И люстрация это сама по себе чистка. Но каким образом? Конституционным путем просто отбирают возможность пассивных выборов от нескольких лиц или политических партий, которые могут например 20 лет участвовать внутриполитических процессах. Это и есть чистка иллюстрация. Но люди не увидели этого. И еще мы видим, что все общественное движение превратилось в партийное движение. Почему-то люди смогли достичь революции, но все лавры достались одной политической партии. Они все ключевые посты государства заняли то исключительно команда Пашиняна, партийная команда, а для всех остальных, которые не являлись частью этой команды, просто остались за пределами этих решений, за пределами вовлечения в государственный аппарат. Вот это и послужило тем камнем преткновения для Пашиняновской политической силы. Я считал, что новая сила, которую в том числе я пытаюсь организовать, и слава богу, это получается. Я могу и еще с благодарностью хочу, с признательностью выразиться по отношению всех тех граждан, которые просто откликнулись. Каждый день сотни писем получаем каждый день сотни людей, профессионалов разных уровней подключаются, они готовы свои профессиональные навыки и знания просто за ничего вложить в это общее дело, стать частью. Я хочу, чтобы люди и граждане понимали, это политическое движение, хотя и организовываю я, но это исключительно не связано с моим именем и фамилией, это политическое движение должно быть общим, люди должны считать собственным и самоорганизовываться вокруг тех принципов и тех ценностей, которые мы афишируем как базовые для нас. Официально Ереван принимает какие-то законопроекты, которые на фоне сегодняшней ситуации наверное имеют тридцатистепенное значение, обсуждается возможность подписания мирного договора, в то же время совершенно забыта тема пленных армян, находящихся сегодня в Баку, разве что со стороны Запада время от времени раздаются какие-то голоса, вот по-моему буквально вчера сенатор в Сенате США вновь поднял вопрос пленных Рубена Вартаняна и прочих представителей руководства Арцаха, выразив инициативу каким-то путем надавить на Баку и способствовать их освобождению, как вам кажется? Я считаю, что многие вопросы пренебрегаются со стороны действующей власти и стратегически это плохо, они не только пренебрегают вопросом военнопленных, но и без вести пропавшими они не открывают эту тему, не затрагивают тему национальных интересов арцахских армян, ведь они же были изгнаны из своей родины, исторической родины, то есть это просто стратегическая оплошность и неточность, которую ведут действующие власти, но слава богу мировые акторы, такие как Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, и европейские державы, они всегда открыто ставят эти все вопросы, которые исключительно идут и отвечают на наши национальные интересы. Я считаю, что просто они пытаются не дразнить в кавычках Азербайджан, они считают, что если не будут открывать такие дополнительные вопросы, то Азербайджан будет склонен к подписанию мирного договора, но я так не считаю. Азербайджан не склонен к миру, Азербайджан готовится к очередной войне, и если геополитическая ситуация позволит, они просто ни с того, ни с сего нападут, и все эти приграничные столбы, которые они там понаставили, не послужат как препятствие для азербайджанских войск. А вот то движение, которое вы создаете, оно включает в себя арцахскую проблематику, проблематику военноплесных? Однозначно, однозначно включает, то есть интересы армянства Арцаха должно быть учтено, и мы это просто будем как знаменосцами этого вопроса. Я считаю, что самый прочный мир это сбалансированный мир между странами. Имея проблемы и не создавая мощную обороноспособную среду, вы не можете разговаривать с врагом о мире. То есть наше политическое движение однозначно будет способствовать урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы, и это в рамках интересов и исторических интересов арцахских армян. Наше эфирное время подошло к концу. Спасибо вам за интересную беседу. Передача по факту подошла к концу. С нами был политолог Гурген Симонян. До новых встреч. Редактор субтитров